Журналист Макс Полиновский в 30-м году написал Страной Удыге в конце 20-х годов называется часть самой далекой окраины Советского Союза Уссурейской тайги на Дальнем Востоке В глубине этой тайги живут удыгейцы, которые принадлежат к вымирающим племенам Пробраться к ним очень трудно В этот труднодоступный и загадочный район в 2028 году отправилась наша маленькая киноэкспедиция Оператор Павел Мершин, ассистент Ефим Фельдман и я, режиссер Александр Литвинов Субтитры создавал DimaTorzok Дальнем Востоке 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok В таких амбарах удыгейцы хранят оружие, одежду, необходимую утварь. Дверь закрывается только палкой. Ведь лесные люди не знают, что такое украсть. Если тебе что-нибудь понадобилось, а хозяина поблизости нет, бери. Но потом возврати и положи, где взял. Удыгейскую лодку Улимагду местное русское население называют Бат. Она выдалбливается из целого срубленного тополя. Улимагда среднего размера, в длину имеет 5-6 метров, высоту 50-60 сантиметров. А ее грузоподъемность доходит до полутонны. Благодаря лопатообразному носу Улимагда не режет воду, а взбирается на нее и легко проходит мелкие перекаты. Несмотря на размер Улимагды, ее свободно переносит на плечах 3 человека. Рыбу ловят удыгейцы на ходу. Словно забавляясь. В быстротечных таежных реках рыбы много. Удыгей едут в своих батах, попутно забрасывают в воду острогу, а когда вынимают, на острие бьется плотно нанизанная рыба. И как-то так ловко идет у них рыбная ловля, что ни разу не возвращается острога порожней. Всякий раз улов обеспечен. КОНЕЦ КОНЕЦ Выловленную рыбу немедленно очищают от чешуи, мелко нарезают, почти крошат и поедают сырой. Это любимое блюдо лесных людей называется талой. Вяленая рыба – юкола. Почти круглый год составляет главное питание удыгейцев, их главных пособников в хозяйстве – псов. Однажды мы увидели такую сценку. Мать не дала трехлетнему Салику грудь и шлепнула, чтобы не мешал работать. Заплакав, Салик отошел, вытащил из-за пазухи кесет и большую трубку. Продолжая плакать, Салик присел у костра, взял горящую ветку и прикурил. Он втягивал в себя дым едкого манджурского табака, но слезы на лице мальчика стали высыхать. Салик отошел, убитый, пометка на нем сделана, Удэ садится в свою лодку и едет домой. Его миссия на этом заканчивается. Добывающая промышленность сменяется обрабатывающей, и на сцену действий выступает женщина. Ей поручается доставка убитого животного в стойбище. Салик отошел, 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 Однажды мы обнаружили строительство маленького шалашика из шестов и корья. В шалашике с трудом мог бы поместиться один человек, да и то небольшого роста. Жилище для собак должно быть строить, сказал мне оператор и обратился, шутя к строителю. Маловато квартирка-то, голова в юрте будет жить, а ноги в тайге. Удыгеец молча продолжал работу. Потом мы узнали, что шалашик строится для роженицы. Наступит срок и женщина пойдет одна в шалашик. В большой юрте рожать грех. В этот период ни один мужчина не может появляться в районе шалашика ближе ста метров. В полном одиночестве молодая мать дает жизнь ребенку. Редактор субтитров А.Семкин Все это нам удалось запечатлеть на пленке в течение 15 дней. Мы прекрасно понимали, что подобные обычаи не сегодня-завтра исчезнут с лица Земли. Сохранятся они только в нашем фильме, как материал, нужный для понимания отдельных сторон первобытной культуры народа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Закончив съемку, мы еще долго смотрели на отважного путешественника. Ребенок стоя катается, шестом, как взрослый удыгеец работает, а мы и сидя в улемах, где неуверенно себя чувствуем», — восхищенно сказал Мершин. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Каждый танцующий надевал на себя побрякушки и выделывал па, в которых чувствовалось поступь медведя, которого удыгает своим предком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он тотчас же принялся шаманить, стремясь довести себя до высшего напряжения. Субтитры создавал DimaTorzok Окуриваемый дымом багульника, шаман прерывал свой пляс и заклинания, чтобы подкрепиться спиртом. Его не смущало треск киноаппарата и то, что люди уходили и возвращались. Свыше трех часов длилось шаманство, но усталости не было на его лице. Многочасовое зрелище нас утомило, чего нельзя сказать о старом шамане. Окончание торжества он отметил новым возлиянием и сообщил о своей готовности услужить друзьям Арсеньева. Окончание торжества Удыгейцы легко согласились помочь нам заснять охоту на медведя. Когда мы пришли на место, я быстро распланировал всю операцию. Мершин я и Сунцай должны будут пойти вслед за медведем и выгнать его на ближайшую полянку. Наш ассистент понесет перезаряженную большую камеру. На освещенной со всех сторон площадке, где можно будет работать, Сунцай уколет медведя рогатиной. Рассверепевший от боли зверь встанет на задние лапы и пойдет на нас. Вот тогда Сунцай и вступит с ним в единоборство. Однако, учуяв нас, медведь пустился на утек. Сунцай Сунцай рванулся вперед, взмахнул длинной рогатиной и сильно кольнул медведя в зад. Раненый зверь, доведенный нашим преследованием и уколом до бешенства, взревел, встал на дыбы и пошел на Сунцая, ожидавшего его с выставленной вперед рогатиной. Огромный зверь во весь свой богатырский рост наступал на маленького человека, причинившего ему боль. В этот момент Сунцай спружинил и вонзил рогатину в медвежью грудь. Дикий рев потряс воздух. Удыгейцы знают случаи, когда медведю удавалось выбить рогатину из рук охотника. Рогатина взлетала в небо выше деревьев, а он бросался на человека. К счастью, нам повезло. Растерзанный, бессильный, но еще живой гигант лежал перед нами и стонал, словно человек. Если убит медведь, устраивается празднество съедания медвежьей головы. На торжество допускаются только мужчины всего рода. Честь распределения головы предоставляется любимому зятю. Согласно этикету, он вначале долго отказывается, но затем принимает почетную обязанность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Череп медведя подвешивается к дереву. И обычно заканчивают торжество шаманством. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кое-что сообщил ставший горожанином Сунцай Геонко, и несколько удыгейских племен под председательством Инея Амулинка созвали родовое собрание, чтобы обсудить проблему дальнейшего своего существования. Это собрание было клочком той нови, которая вошла в первобытный мир удыгейцев. Они долго совещались, сидя на срубах под небом тайги, пока дали задание Сунцаю по приезде в город ходатайствовать от имени всего народа перед неведомым комитетом. Люди, живущие на стыке двух миров, первобытного и современного, идущие на охоту с библейским вооружением, поныне ставящие самострелы на звериных нехоженных тропах, ищут путей приобщения к другой жизни, о которой им известно так не было. Продолжение следует... Ну что ж, если мои условия принимаются, тогда пойдемте, сказал Арсеньев, только обязательно захватите с собой Сунцая, он сразу подметит все ошибки. Продолжение следует... 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 Мы на премьере в зрительном зале кинотеатра Уссури. Погас свет. Учащенно бьется сердце. Что теперь скажет Владимир Клавдевич? Но он молчит, сосредоточенно смотрит на экран. Во всей своей своеобразной красоте появились уссурийские дебри, бурный о нюй с многочисленными протоками. «О нюй!» – раздался возглас Сунцая. Он узнает места и называет их. «Изюбр, енот, амба!» – уже возбужденно выкрикивает Сунцай. Он заерзал на стуле. На экране – люди. Сунцай их узнает и тотчас называет по именам. Увидев себя на экране, Сунцай не выдержал. Вскочил и, указывая пальцем на экран, сказал, обращаясь к Арсеньеву. «Смотри, капитана! Смотри! Это моя! Моя!» Сунцай выполнил наказ своего племени. Побывал в Комитете народов Севера. И тот снабдил лесных людей всем, о чем они просили. Субтитры создавал DimaTorzok 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 На этом заканчиваются мои записки о самой первой киноэкспедиции в дебре Уссурийского края. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok